Время начать, правда? Безграничная любовь сегодня живет здесь. И двое прекрасных людей, которые сейчас появятся перед вами, как никто другой, знают, что такое настоящая любовь. Я приветствую всех вас, уважаемые гости, в торжественное, светлое и памятное мгновение двух прекрасных людей, которые приняли решение сочетаться с священными узами брака перед весом Бога и с благословением своих родных и близких людей. Сейчас я обращаюсь к вам от лица Олега и Виктории. Согласны ли вы принять нового человека в свою семью и в свои друзья? Согласны? Да. Они не слышали. Вы согласны? Да. Прекрасно. Вступление в брачный союз — это сугубо личный поступок, но для того, чтобы он благословлялся небесами, они пригласили сегодня вас стать свидетелями своего торжества. И сейчас я хочу под ваши громкие аплодисменты пригласить того мужчину, который, преодолев все свои сомнения и тревоги, сегодня отдает свое сердце и руку во владение своей очаровательной невесты. Встречайте нашего жениха, слепительного Олега. Олега. Аплодисменты! Счастливый, красивый, довольный. У него сегодня сбывается мечта. Осыпайте овации громкими, друзья. Ну что ж, видно, немножечко волнуется. Правда? Именно поэтому я хочу сейчас пригласить тех людей, которые сегодня будут являться для него опорой и помощью. Тех людей, которые сегодня будут оберегать нашу невесту от любителей обуви. Тех людей, которые сегодня будут ее остерегать от грабителей. И, в общем, встречайте, дорогие друзья, наших почетных свидетелей. Громкими аплодисментами. Ну теперь немножко понадежнее, правда? Теперь, уже говоря, не волнительно. Дорогие друзья, Наступил трогательный и красивый момент нашей церемонии. Это выход очаровательной нежной невесты в сопровождении ее папы. Отныне отец вверяет руку и сердце своей дочери, ее нареченному, как обещание счастья и вечной эйфории окрыленности. Дорогие друзья, встречайте также тепло и громко очаровательную, нежную и самую красивую невесту Викторию. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте аплодировать наша пара в формном составе, друзья. Олег и Виктор, возьмитесь, пожалуйста, за руки и посмотрите в глаза друг к другу. День наполнился ярким светом, ибо ясное сияние Вашей любви обогащает Вселенную счастьем. Вашим чувствам не требуется множество слов, да и никакими словами не объять и не объяснить силу нежности и любви друг к другу. Воздух наполнен ожиданием, природа замерла. Приквушение и появление нового гармоничного союза мужчины и женщины. А посему позвольте задать Вам самый главный вопрос. Виктория. Берете ли Вы в мужья Олега? Клянетесь хранить ему верность, радовать и вдохновлять. Следить за сытостью его желудка, не кушать печенья на его половине дивана, с трепетом беречь семейные традиции, а также любить искренне и былко всю свою жизнь. Абудисмента она согласилась? Ой, интрига чуть не ёкнула. Олега. Берете ли Вы в жены Викторию? Клянетесь хранить ей верность, защищать и беречь, относиться с пониманием ко всем ее капризам, приносить завтраки в постель, доверять семейный бюджет, любить искренне и пылко, а также стать ей верным другом на долгие-долгие годы. И он согласен. В народе считается, что только становясь на свадебный рушник, взаимное согласие молодых благословляется небесами. Поэтому я хочу сейчас попросить наших свидетелей расстелить этот рушник перед нашими молодоженами. с чистой душой и любовью в сердце ступить на этот свадебный рушник. Отныне... Да? Пожалуйста, я приглашаю. Давайте поздравим, аплодисменты. Отныне вы будете идти по дороге жизни вместе, нога в ногу. Именно с этого свадебного рушника начинается ваш семейный путь. И сейчас я хочу попросить нашу девочку Ирочку вынести обручальные кольца под громкие и бурные овации всех присутствующих гостей. С нами вашей верности и единства. Я прошу вас, молодожены, обменяться обручальными кольцами на глазах у всех присутствующих гостей, на глазах у родителей, на глазах у прародителей. Пожалуйста, приступайте. Ну, теперь можете показать всему миру, что вы кольцованы. Мы поздравляем аплодисментами. И теперь, дабы вся вселенная понимала серьезность ваших намерений, я предлагаю вам подойти к книге документальных доказательств и поставить свои подписи. Подходите, пожалуйста. Давайте первое это сделает невеста, а после же них. Пожалуйста. Чернилицу. Все правильно. Они надеются, что там невидимая чернила, которая исчезает через час. А нет уж, она вечно здесь останется. Олег, ты распиши. Смотри-ка. Вот. Пишет, пишет. Ну и теперь я хочу попросить вас встать на свои почетные места, а наших свидетелей подойти и засвидетельствовать. Этот союз, пожалуйста, свидетельница. Свидетель, пожалуйста, ваша подпись. У нас здесь все официально, все. Свидетельница за меня там размисывается. Тоже хороший фокус. Спасибо. Дорогие друзья, наступает, наверное, самый трогательный и самый ответственный момент нашей церемонии. Потому как властью, данной мне вами, государством, судьбой и Богом, объявляю вас мужем и женой. Можете поздравить друг друга крепким поцелуем, горько-молодым, а в отцелу их адрес. Горько! Сейчас я хочу вручить этот рушник вам, Виктория, так как вы отныне являетесь хранительницей семейных традиций. Пусть этот рушник вам постелят ваши дети в день, я не знаю, когда они начнут стелить этот рушник. Ну, через год, через два, да? А ваши внуки и даже, может, правнуки постелят вам его в день золотой свальбы. Договорились? Ну и, конечно же, свидетельство о вступлении в брачный союз я вручаю вам, Олег. Теперь вы можете его разместить на самом видном месте. Пусть он всегда вам напоминает, что вы теперь семья. Дорогие друзья, на самое время приготовить золото, бриллианты, драгоценные вещи, потому как сейчас мы начнем парад гостей. Это действие, которое называется парадом гостей, оно для того, чтобы вы поздравили наших молодых и подарили им какие-то подарки, поцеловали в щеки, пожали руки и сфотографировались в семейный альбом. Смотрите.